Всем привет! Меня зовут Вака и в этом видео я расскажу о самой распространенной проблеме у бегунов, а именно о воспалении надкосниц. Данная травма, хотя это травмой тяжело назвать, возникает практически у каждого начинающего или опытного лягкоатлета. Так что бояться ее не стоит, также не стоит запускать воспаление. Если тренироваться и не лечить, то боль будет только усиливаться. Сама боль возникает в области передней поверхности большеберцовой кости, научное название это состояние шинсплинт. Шинсплинт это группа заболеваний, которые часто возникают у физически активных людей и имеют такие симптомы. Боль при беге в области воспаления, небольшая течность и покраснение. Боль усиливается при надавливании на воспаленную область. С основным мы разобрались, теперь поговорим о причинах появления. Самая распространенная это техника БИА, а точнее это натыкание стопы, которое вызывает набивание холи и в дальнейшем воспаляется. Далее идет перегрузка мышц, резкая смена покрытия с мягкого на более твердую, либо наоборот. Также сюда входят структурные особенности стопы, например плоскостопие. После того, как мы постарались и заработали себе воспаление, мы начинаем лечить. Первым делом снижаем и убираем беговую нагрузку. Используем противовоспалительные мази. Далее мы используем холодный компресс более 20 минут несколько раз в день. Самый эффективный способ это нанесение йодовой сетки на область воспаления. Для этого нам потребуется вата, спички и йод. Мастеримые спички и ваты своего рода карандаш. Затем макаем в йод и рисуем сетку на области воспаления. Очень важно рисовать именно сетку. Если нанести йод на всю поверхность кожи, то можно получить ожог. А самым болезненным является массаж в области воспаления. Это даже не массаж, а в своем роде выдавливание, застойных явлений. Хочу уточнить, что это выдавливание нужно делать снизу-вверх. А на этом все. Если вам было полезно данное видео, ставим лайки, комментируем. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok